Был еще вопрос по поводу того, что происходит с Навальным. Вы уже читали, я надеюсь, его последние весточки из «Неволи», где он очень художественный текст написал, как он объявляет голодовку, потому что он хотел бы иметь обе ноги. Да, я просто вижу, как в его венец вплетают новые веточки Терновника. И ощущение, что делают вообще кремлевские флористы, они работают так вдохновенно день и ночь, что будет уже не Терновый венец, а Терновая челна огромная. И, конечно, наблюдая за тем, как старательно создается образ мученика, образ страдальца, можно было бы заподозрить, что все-таки Навальный кремлевский продукт. Но это не так. Это совсем не так. Так вот, все, что они делают, они делают, думая, что они с ним борются. На самом деле они его создают, отковывают, рафинируют. Они придают ему то значение и то звучание, которого бы никогда не было, если бы они не прикладывали все эти демонические усилия. Но они делают это не для него. Они делают это исключительно для себя, потому что они своими руками, по чистой глупости, создают героя и мученика, и, в общем, открывают ему все политические двери. Но согласитесь, Александр Глебович, что то, с какой интонацией и с каким таким залихватским задором он отвечает через своих адвокатов, через всякие третьи руки, присылая вот эти письма, они же все равно появляются. Это говорит о том, что ни с кого попало делают этого мученика. Нет, нет, нет. Там есть из чего ковать. Слушай, если я решился закрыть глаза хотя бы временно на его эти религиозные заверты, то, вероятно, у меня были основания это сделать, и, вероятно, он достоин того, чтобы на какое-то время по этому поводу можно было бы закрыть глаза.